Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на завершающем, последнем уроке нашего курса Пимандр. Сегодня мы с вами разберем последний абзац из имеющихся. Сразу хочу сказать, что в интернете вы можете найти текст, который будет состоять не из 15 абзацев, а если я правильно посчитала, из 30, у меня нет источника, чтобы опровергнуть, либо согласиться о том, что да, это действительно продолжение этого текста. То есть у меня имеется информация о той, которую я вам передала, о тех 15 абзацах, которые я знаю. Я не могу сказать, вот те еще дополнительные 15 абзацев текста, которые находятся в интернете, которые вы можете найти, что они действительно были, они действительно существуют, либо это что-то, ну, придумка как-то додумана, здесь я не берусь сказать. Вот ту информацию, которую я имела, я вам передала. Поэтому на сегодняшнем занятии мы завершим. Но, в принципе, мы помним, да, что моя задача это просто подтолкнуть вас к самостоятельному исследованию и дать некую такую основу, базу, на которую вы можете опереться. Итак, последний абзац. Тема сегодняшнего нашего занятия будет в переводе, опять-таки, с греческого, да, на греческом это звучит, в переводе на русский это будет двойная природа человека. И вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Итак, мы с вами поговорим. Небольшой абзац. Это все было одно предложение. Я не перестаю удивляться, как так можно в одном предложении столько всего передать, но все же. Итак, давайте будем с вами переводить. В продолжении того, что мы говорили в прошлом уроке, перевод будет следующий. И это является причиной, продолжение прошлого урока, причиной того, что среди всех живых организмов, которые существуют на планете Земля, единственный, кто, представитель, да, имеется в виду, единственный, кто может иметь двойную природу, это человек. Здесь сразу я хочу сказать такую оговорку. Часто мы говорим о том, что если душа, да, потому что здесь речь все-таки идет о душе, если душа у животных, если душа у деревьев, камней, природы, у всего есть первоначало. То есть все есть, все имеет божественную иску, но только лишь человек имеет, как бы это сказать, тройную вот эту свою природу, двойственную с одной стороны и тройственную. Тройственную в контексте того, что когда мы говорили, когда правая полушария, одна часть, и триединая, так скажем, душа, да, и левая полушария, это вторая часть, когда они начинают ходить один в другой, образуется дополнительное пространство, место, то есть они создают при слиянии дополнительное вот это вот пространство, да, в котором непосредственно находится сам разум, либо свет, либо божественный ум. Так вот, только человеку свойственно это. Безусловно, и у животных, да, есть сознание, и у животных есть душа, но в данном случае она не имеет вот эти три части, то есть у животного нету разумности, у него есть душа, то есть вот это вот начало, искра, что есть абсолютно у всего в нашем мире, то есть я имею в виду у природы, у животных, у кристаллов тоже своя есть душа, если так можно сказать, вот. Вот, но животных можно научить, конечно же, да, у них они все основываются на инстинктах, если мы говорим опять-таки в примере Платона по колесничьему, то они все обладают черной вот этой вот лошадью, да, как таковой, и белой, но никто не обладает разумностью, у животных нету разумности, они не могут философствовать, они не могут видеть причинно-следственную связь, они устроены иначе, но это не говорит, и это свойственно лишь только человеку. Вот об этом сегодня и пойдет как раз-таки речь. Говорится, что из всех существ, которые есть на земле, только у человека имеет двойную природу. Двойную природу в данном случае мы подразумеваем высшее Я и низшее Я, и то, и другое есть Я, есть человек. Дальше идет пояснение. То есть мы говорили о том, что из всех существ на земле существует только человек, и может иметь двойную природу. Почему? Потому что человек имеет смертную природу, да, это наша личность, это то, что умирает, это наше низшее Я, то, что мы говорили, это черная и белая лошадь, это правое и левое полушария. Диасэти омус кем я асанат и фиси. А также имеет и бессмертную природу, то есть у нас есть смертная природа, и у нас есть бессмертная природа. И вот бессмертная природа здесь идет, ссылается как раз-таки на настоящую суть. То есть бессмертная природа – это вот настоящая суть. То есть бессмертная часть – это как есть, значит, бессмертная природа. Бессмертное начало, да, это высшее Я, это идентичность еще мы так называем, и наше низшее Я. И вот как раз-таки при слиянии этого всего, да, что я пояснила, у нас получается как раз-таки душа, состоящая из трех частей. И асанат и фиси тис протисусиас. То есть бессмертное первоначало. И не асанат и кебури не эксусиази тапанда. То есть вот это вот бессмертное первоначало, оно не умирает никогда, и оно может управлять, то есть имеет власть абсолютно над всем. Над всем, не над всеми, а над всем. И, скорее всего, а смертная часть второго нашего начала нас ведет на эфисты тит издуки массиас. То есть она нас приводит к всевозможным испытаниям. И первое, вот это вот первое начало, это оно над гармонией превыше всего, да, и оно не развивается. Я сейчас переведу, потом все объясню. И для того, чтобы было вот это вот развитие, оно было вынуждено разделиться на две части себя. Как раз таки вот это вот пояснение двух лошадей. Это высшее Я должно было так разделиться. И низшее Я, то, что воплощается, оно должно было стать, по сути, и является рабом высшего Я, то есть того, той части нас, которая не воплощается. И афустии, периптуси, тупатера, и с точки зрения нашего отца, да, эти две природы, они являются едиными. Кевришкун депану семья катастоси и существуют в том состоянии, где нету сна, а есть бесконечная жизнь. Конечно же, по переводу сложно уловить суть, да, о чем здесь идет речь, но я постараюсь вам объяснить. Двойная природа, потому что здесь еще дается такие вот, скорее всего, пояснения, многие из вас задавались вопросом, для чего же мы воплощаемся, для чего вообще рождается человек. Так вот, если подытожить и сказать, то первоначало, вот этот вот свет, о котором мы говорили, да, и в тексте я упомянула, это та часть, которая является первоначалом, и она над гармонией, в ней нету никакого развития. Это представьте себе, я уже с кем-то говорила на эту тему, и, по-моему, здесь на занятии упомянула, но не суть. Представьте себе такое пространство, в котором, по сути, происходит день сурка, одно и то же. То есть это белое пространство, в котором нету формы, в котором все настолько идеально, и оно изначально не предполагает никакого развития. То есть развиваться не к чему и стремиться не к чему. Почему? Потому что все уже есть. То есть это вот некая такая утопия, да, когда, например, идеальная, к примеру, да, температура, идеальное время года и идеальный час, да, то есть нету ни дня, ни ночи, нету никаких перемен. То есть день и ночь – это изменения, это перемены, времена года – это тоже перемены, а тут вот как будто бы нету. Ну, представьте, там, я не знаю, 20-25 градусов, вот свет, ночи никогда не бывает, никуда не надо идти, ничего не нужно делать. Почему? Потому что любые действия, они приводят к каким-то противодействиям, то есть идут какие-то, это означает, перемены. Поэтому ничего делать не нужно, все находятся в состоянии гармонии, любви и восторга. И это само по себе не предполагает никакого развития. И это и есть первоначало. Если вы проходили у меня курс Древа Жизни, это как раз-таки то состояние перед тем, как рождались непосредственно все сферы, да, когда изначально был вот этот вот свет и был некий такой идеал, и ничего не развивалось. Вот это вот как раз-таки про то состояние. И в дальнейшем, в согласии с Древа Жизни, да, то есть этот свет для того, чтобы познать себя, для того, чтобы развиться, он начал сжиматься в одну точку, и вокруг него образовалось пространство тьмы. То есть появился некий такой хаос, да, и уже тогда появился некий такой контраст, да, то есть свет и тьма, либо свет и хаос. И это уже привело все в движение для того, чтобы появилось развитие. То есть до этого момента развития не было. Так вот здесь говорится как раз-таки про то же самое, что изначально вот это вот первое начало, да, оно не развивается никаким образом, оно не предполагает какого-то развития, да, оно просто есть. И вот в этом состоянии мы все находимся до, как мы уже описывали, да, описывала в занятиях, это свет до рождения. Так вот, для того, чтобы были какие-то изменения, для того, чтобы было хоть какое-то развитие, это первое начало, оно принимает, согласно трактату, решение разделиться на две части. Одна часть это идентичность, да, это индивидуальность, прошу прощения, это индивидуальность, это то первоначало, которое не воплощается, это, образно говоря, некий такой океан. И вторая его часть, да, то есть он как будто бы делится, вот это вот монада, да, единство монада, это один, единый, она начинает делиться, да, и становится двойственной. Так вот, вот эта вот вторая часть, то есть из океана капля, она по сути, как я уже говорила на одном из уроков, когда мы проходили учение Платона о душе, я говорила об учении Аристотеля. И вот он как раз таки говорил о том, что есть некая такая монада, и она делится, одна часть остается, не воплощается, и та часть ее, которая воплощается, она несет в себе всю ту природу монады, и плюс ко всему имеет возможность получать некий такой опыт. То есть идет разделение, одна часть, высшее я остается, а низшее я, это мы воплощаемся, да, и это наша личность, то, что называется. Это то, что оставляет отпечаток из воплощения в воплощение, да, после каждого воплощения возвращается, идет слияние с этой монадой, а потом опять все разделение, слияние и разделение. Так вот, монада разделяется, да, на эту личность с целью того, чтобы получить опыт для того, чтобы развиваться. То есть таким образом она, по сути, развивается. И вот в конечном итоге, именно поэтому идеал этого развития является в плоти, в теле человека, то, что мы говорили на прошлом уроке, да, слиться с нашим Высшим Я, но в теле, не чтобы после смерти, отбросив нашу смертную вот эту вот оболочку, да, вернуться. Это так или иначе происходит, а задача как раз-таки в теле дойти вот до этого уровня просветления, то есть, по сути, в мире дойственности прийти к единству. То есть в мире единства это и так существует, но в мире двойственности этого нету. И здесь вот эта вот задача прийти, это как раз таки и есть вот это вот то, что я говорила, да, правая, сакральная геометрия, правая полушария, левая полушария, двойственность, оно соединяется, образуется пространство для света, чтобы он вошел, получается три единства нашей души, это и есть, ну, условно говоря, снисхождение света во тьму, да, то есть одухотворение материи. И еще есть вот такой термин, это вот про это, в этом-то и заключается наша задача, то есть если мы задаемся вопросом, для чего же мы все-таки воплощаемся, да, то вот здесь вот как раз таки в тексте есть этот момент, сейчас две секунды, где написано То есть для того, чтобы вот это вот первое начало начало развиваться, оно должно было разделиться на две части, и вот наша низшая я, которая подчиняется высшему я, как раз таки проходит вот этот вот опыт, сейчас, как это слово, а, эфист это тыс докемасия, то есть докеми, это когда мы что-то пробуем, да, докемасия, это испытание, так вот испытание, оно не может быть ни хорошим и ни плохим, одно просто испытание, да, мы сами себя проявляем, и в этом заключается смысл, почему, потому что здесь говорится, а вот с точки зрения отца, вот эти две природы, высшая и нижняя, они едины, и они находятся, как раз таки, когда вот это слияние произойдет, да, они находятся в состоянии жизни, там, где нету сна, и вот здесь вот как раз таки ответ на тот вопрос, а как же нам пробудиться от наших иллюзий, то есть в данном случае сон, это может быть как смерть, это одно и то же, и некая такая иллюзия, да, обман, и только когда происходит вот это вот слияние, да, когда происходит просветление, одухотворение материи, когда мы в теле начинаем осознавать, да, то есть мы приходим вот к этому состоянию, когда наше сознание меняется, и мы уходим от ума, от сознания, и приходим к разумности, то есть мы, по сути, становимся не люди, животные, животноподобными, да, скорее всего, а наоборот, то, что я говорила, аллога, да, то люди, которые не имеют разумности, да, а наоборот, коми сапиенс, да, то есть мы до коми сапиенс еще не дошли, мы еще не дошли до этой разумности, то есть вот, в принципе, к чему мы стремимся, начиная с третьего века, если предположить, что трактат был написан тогда, по 21 век мы к этому, в принципе, и стремимся, потому что с точки зрения Отца наша жизнь находится, она, ну, воистину настоящая, как раз-таки тогда, когда происходит весь этот процесс слияния и соединения, и в каком-то из текстов, где я читала про Пифагора, который помнил прекрасно до того, как он стал Пифагором, три своих предыдущих воплощения, он, у него есть фраза, которая говорится о том, что воистину жизнь начинается, истинная жизнь начинается после смерти, то есть как раз-таки жизнь здесь подразумевается, вот в этом свете, это есть истинная жизнь, это есть первоначало, но оно не развивается, и я добавлю от себя свои какие-то размышления, может быть, они вам тоже как-то будут созвучны, когда меня спрашивают, во что я верю, однозначно, я об этом нигде не говорила, но коль мы затрагиваем такие темы философские, я скажу о том, что я не верю в единого Творца с точки зрения персонификации, то есть как личность, а скорее всего для меня Бог это некая такая единая система, основанная на каких-то определенных законах, на каких-то определенных правилах, так вот, вот это вот описание в данном случае, оно, я не знаю, как это выразить словами, но я это понимаю интуитивно, для меня Бог это саморегулируемая такая самовосстанавливающаяся система, и когда в последнем предложении здесь речь шла о том, что с точки зрения Отца вот эта вот двойственная природа, она едина, да, то есть это все сплетается, вот для меня как раз таки это и есть описание Бога, то есть если с одной стороны мы находимся, я уже говорила в каком-то из уроков, по-моему, в первом, когда мы говорили про медитацию, если мы являемся в теле наше низшее Я, и от этого зависит развитие нашего высшего Я, то есть та часть, которая воплощается, она проходит некий опыт, она изменяется, она совершенствуется, она получает какие-то знания, и она снова возвращается в эту монаду, так вот, и тем самым обогащает, да, потому что высшее Я, оно идеально, и оно не может развиваться, так вот, пока существует низшее Я, существует и сам Бог, если так можно сказать, потому что Бог, условно говоря, это наше высшее Я, и поскольку все люди, да, ну, можно сказать, соединение всех высших Я воедино, потому что все равно иерархия некая присутствует, так вот, пока существует наше низшее Я, и оно воплощается, будь то в нашем мире, либо в каком-то другом мире, ну, то есть формат существования жизни, с моей точки зрения, он многообразный, существует, и непосредственно само высшее Я, не будь низшего Я, это высшее Я, оно бы никак не развивалось, и смысла тогда существования непосредственно самого Бога, оно бы не имело, то есть здесь вот как будто бы, знаете, какой-то такой вот обоюдный процесс, я понимаю, что я для кого-то сейчас говорю сложные вещи, но если представить в контексте человека, что я есть совокупность разных органов, то есть безусловно, каждый орган, он выполняет свою роль, например, там, печень свое, сердце свое, и если не будет того или иного органа, насколько бы он мелким не был, то и меня, по сути, не будет, то есть если что-то идет не так, то вся система, она дает сбой, именно поэтому я и сказала, что для меня Бог, это саморегулирующая автономная система, то есть она где-то дает, где какой сбой, это сразу откликается, и на какие-то другие части моего организма, да, то есть это сразу сказывается, то есть я совокупность, самая высшая точка иерархии всех моих органов, всех моих частей тела, но при этом каждая из этого, из всех частей моего тела, из всех органов, тканей и так далее, оно работает само по себе, и при этом, когда мы берем, например, проходим тест ДНК, да, то мы можем взять, например, любую клеточку, и она будет нести в себе информацию о всем, о всем моем организме, да, то есть вот это вот, как мы говорим, микрокосм, он похож на макрокосм, отсюда у нас идет и выражение по образу и подобию самого Творца, потому что мы являемся маленькой копией, маленькая копия, это низшее Я, нашего высшего Я, и одно без другого не может существовать. Вот такой вот глубокий, на мой взгляд, был и последний абзац, как, в принципе, и весь трактат, еще раз скажу, я не берусь решать за то, что остальные абзацы, которые есть в интернете, что это фейковые, либо они настоящие, для меня это не столь принципиально, для меня было очень важно поделиться с вами теми знаниями, с которыми я когда-то соприкоснулась, которые меня выдушевили, и на самом деле здесь не столько прознание, сколько найти в себе время и начать размышлять в этом направлении, и это и есть как раз таки развитие. Даже это очень хорошо прослеживается, знаете, как в религии, когда ты не понимаешь каких-то базовых философских понятий, тебе дают свод правил и говорят, вот ты должен молиться тогда-то, тогда-то, и поскольку ты не знаешь, о чем молиться, тебе дают готовые молитвы, тебе нужно их только произносить. Так вот, в нашем случае это как раз так и получается, что если у тебя нету наставника, с кем ты можешь развиваться, но при этом у тебя есть эта потребность, то тебе дают вот этот вот некий такой молитвенник, в данном случае это был наш трактат, который мы с вами разбирали, чтобы вы ему следовали, то есть брали каждый абзац и начали размышлять об этом. И в любом случае вам будут открываться какие-то большие инсайты, большие понимания, вы сможете замечать какие-то связи между собой, что вот это связано с этим, о, действительно, а это связано с этим. И это будет наводить вас на какие-то свои выводы. Но для себя я поняла из этого трактата, если подвести итог, что цель моей жизни, например, я просто нашла ответ для себя, для чего, в принципе, я существую, для чего вот это вот множество воплощений, для того, чтобы проходить всевозможные испытания. И в данном случае, что я могу сделать с точки зрения разумности, коль еще не пришла к просветлению, так это просто принимать эти испытания. Не в контексте смирения, нет ни в коем случае, потому что должно быть какое-то развитие, а в контексте изменения отношения к этим испытаниям. То есть не смотреть на то, что вот это вот плохо, а это вот хорошо, нет, а принимать их, потому что душе нужно и это испытание, и это испытание. И моя задача сделать определенные выводы, которые будут необходимы для моего высшего я и двигаться дальше. Не включаться в эту игру, что когда все плохо, я начинаю переживаться, хотя, переживайте, хотя и то, и другое, наверняка, возможно, и уместно. Именно поэтому у нас в теле, как вариант, я могу предположить, есть вот возможность проживать это все эмоционально. То есть если бы не было эмоций, наверное, бы жизнь была не такой слишком яркой. И это придает какую-то, знаете, вот перчинку, если так можно сказать, в нашей жизни. Поэтому эмоции, наверняка, они тоже необходимы. Но в любом случае, когда ты смотришь с точки зрения как раз-таки просветления, пусть пока мы не видим причину, и следствие, именно тогда, когда наше высшее Я спустится в низшее Я, вот в это вот пространство, которое мы для нее создадим, и произойдет слияние вот этих вот трех наших частей, тогда, безусловно, происходит просветление. Ты понимаешь причину, следственную связь всего абсолютно, что тебя окружает, начиная от природы, деревьев, животных, людей и так далее. Но пока этого нет, мы как минимум можем стремиться понимать, например, любую ситуацию, размышляя, а что привело к этому, а какие, возможно, мысли, какие состояния мои собственные, личные, потому что чужие мы не можем проанализировать, хотя бы свои. И это тоже будет своего рода некое такое развитие, которое будет помогать нашему высшему Я в дальнейшем собирать всю эту информацию. Жду ваших комментариев, идей. Мне будет очень приятно, если вы будете предлагать этот курс. Мне очень хочется, чтобы большее количество людей узнало о нем. Именно поэтому цена, с моей точки зрения, она достаточно доступная для таких глубоких философских моментов. И хочу пожелать, наверное, самой себе, чтобы большей части те курсы, которые я создаю, чтобы они были полезны, эффективны, чтобы большее количество людей узнавало. Хотя, опять-таки, чисто субъективно, я понимаю, что интересоваться могут все, но действительно заниматься саморазвитием так глубоко, потому что осознают важность. Это, скорее всего, ну, максимум процентов 5 от всего населения. Остальные просто нравится играть в эту игру, что я познаю себя, и мне это нравится, потому что любые предпосылки самопознания, они предполагают изменения, и не просто изменения, а нести ответственность за те изменения, которые мы сами создаем. Но не все к этому готовы, не все готовы нести ответственность. Мы, знаете, наше вот взаимоотношение, опять-таки, под словом высшее я, под словом высшие силы, я имею в виду свое высшее я, то есть то, что знает. И иногда хочется сказать, когда мы обращаемся к кому-то, то есть мы обращаемся к высшим силам, вот для меня, для себя, исходя из этого курса, я поняла, что высшие силы это мое высшее я, а если это мое высшее я, то это есть я, просто на порядок выше уровня развития, это не кто-то другой. и поэтому все, что со мной происходит, ответственность несу я. И то, кто меня куда-то ведет, высшие силы, то, что мы говорим, это я веду сама себя. И когда мы научимся быть в этом единстве и не дробить себя на душу, дух, еще что-то, а стараться собирать, вот чем больше этого единства будет, тем больше внутренний стержень внутри нас будет помогать нам двигаться по жизни. А я желаю вам всего самого наилучшего, света и любви в ваших сердцах. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok